Я пока не сталкивалась с такой проблемой, как конфликты между велосипедами. Велосипедистами и прохожими, они всегда сигналят. Если вдруг видят, что кто-то преградил им путь, они всегда подают звуковые сигналы и стараются объезжать, либо же вообще слезть с этого велосипеда, не проявляя никаких конфликтных ситуаций. Наверное, конфликта нет, потому что сейчас как-то и дорожки стали появляться в Минске. Наверное, нет конфликта, как ты думаешь? Ну, так, немножко раздражает, когда они ездят по тротуарам, он так вот, резко так выскакивает откуда-то из-за плеча. Ну, так точно могут раздражать и пьяные люди, но они вроде бы как все ездят по дорожкам. Ну да, то есть то, что у нас... Мне кажется, мы их тоже раздражаем, когда начинаем перескакивать. Велосипедистов у нас не так много, но культура велосипедистов, наверное, все-таки должна быть, иметь место. На нее стоит обращать внимание, потому что, пусть редко, но с этим сталкиваешься. Пешеходы, ну, нет, наверное, не мешает. Но единственное, что проблема, иногда пешеходы себя очень спонтанно ведут. Ну, это единственное, что мешает. Полесущие, конечно, с детишками особенно, тоже страшно. Поэтому, ну, конечно, когда едешь на такие уживленные места, нужно быть аккуратнее всегда. Ну, сама как велосипедист я могу сказать, что конфликты все-таки случаются, но стараешься как-то все мирно разрубить. Ну, вообще дорожки для велосипедистов люди обычно не заходят так часто, поэтому все нормально обычно. Например, меня недавно сбили. Это есть конфликт. Но есть же велосипедные дорожки, правильно, по которым необходимо двигаться велосипедистом, я так считаю. Вообще конфликт есть. Я на себе это испытала. Вот здесь вот прямо на углу меня избили. Поэтому надо это... Или пусть они ездят там, где положено. Или пусть, не знаю, решают как-то вопрос. Пешеходы все время ходят по велодорожке. Еще просто не видят велосипедов, нарисованных на дорожке. Еще не понимают, что это значит. Я думаю, стоит поставить небольшие ограждения такие, через которые будет сложнее переходить пешеходам. То есть они будут как-то физически обозначать, огораживать дорогу, велодорожку от тротуара. Мне кажется, еще мало велосипедистов на стороне, чтобы такое мешали кому-то. На самом деле не хватает дорожек на сегодняшний день, именно огражденных дорожек, для качественного времяпрепровождения велосипедистов, сказал бы я. Потому что и велосипедисты, и пешеходы иногда не могут понять друг друга. Допустим, очень часто пешеходы с детьми гуляют по, допустим, той же велодорожке, что не есть нормально. А бывают такие ситуации, когда идет, допустим, дамочка с собачкой с огромным поводком, и это угроза и собачке, потому что там собачка может намотать на этот велосипед, и, соответственно, саму велосипедисту, потому что, ну, есть такие реально преграды в качестве натянутой вот этого вот поводка. То есть да, сегодняшний день существует угроза, я считаю, и тем, и другим. Ну, я думаю, конечно, муниципальные власти должны как-то это решать. То есть, соответственно, строить новые дорожки для велосипедистов, какую-то наводить культуру, что ли, культуру поведения именно в отношении велосипедистов и, соответственно, пешеходов. Это очень важно.